В основу нашей сегодняшней беседы я хочу прочитать известный для многих моих слушателей текст из Евангелия от Матфея. Находится он в 16 главе, в стихах 13 по 20, и гласит он так. «Пришедшие в страны Кесаре Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали, «Одни за Яна Крестителя, другие за Илью, а иные за Еремью или за одного из пророков». Он говорит им, «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты, Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, Сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой сущий на небесах. И я говорю тебе, ты, Петр, и на сём камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют её, и дам тебе ключи Царства Небесного. А что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Тогда Иисус запретил ученикам Своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. В этих стихах мы читаем об основании Церкви нашего Господа Иисуса Христа. И вот сегодня я хотел бы обратить ваше внимание на три мысли или подразделения этого текста. Во-первых, мы обратим внимание на место, где Христос имел эту беседу со Своими учениками. Второе, что тут следует отметить, это сверхъестественное исповедание Петра. И, наконец, как получил Он это откровение. Итак, первое, на что я хотел бы обратить ваше внимание, это место, где Христос впервые положил основание Своей Церкви. Об этом мы читаем в 13 стихе, где сказано «Пришедше в страны Кесаре Филипповой». Событие, происшедшее здесь в Кесаре Филипповой, в большинстве знатокам Священного Писания рассматривается как начало новой эры, как бы поворотным пунктом в земной жизни и служении Иисуса Христа. Можно сказать, что «Пришедшее здесь, в Кесаре Филипповой, является центром всего евангельского повествования». Но какое же имеет значение само место Кесаре Филипповой? Этот языческий городок отличался своей особой ассоциацией с идолопоклонством, и до сего дня здесь можно найти остатки или части руин храмов и алтарей, построенные для идолослужения. Притом место это имело и политическое значение, так как религия, практиковаемая римскими гражданами, была тесно связана с римским правительством. В этом районе Ирод Великий когда-то построил храм из белого мрамора Кесаре Августу, этим говоря, что император был не только политической главой Римской империи, но он был и богом, которому должны были поклоняться римские граждане. И вот именно на этом месте Христос решил открыть великую тайну создания Своей Церкви. Наш Спаситель был уже отвержен Своей страной. От Дана до Версавии Сам Царь и Царство Его, которые Он пришел установить, были отвергнуты, и теперь Он начинает новое созидание, то есть Свою Церковь. Он пришел к Своим, и Свои Его не приняли. Теперь Он идет к язычникам и на их территории объявляет намерение свое создать Церковь, в которую могут войти все верующие в Него. Свои Его не приняли, а тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Итак, мы видим, что пределы Кесарии Филипповой было действительно многозначительным местом. Отвергнут Своими, которым Он впервые пришел заявлением Своего Царства правдой, Он удаляется от них застаном в языческую страну, вдали от религиозных людей Израиля, которые имели вид благочестия, силы же Его отрекшейся. От них удаляясь, Спаситель идет в самый центр языческого идолопоклонства, под самыми вратами ада. И тут именно ненавидимое меньшинство, Его последователи и ученики, услышали впервые великую тайну всех веков. Им Господь ее открыл славную и вечно пребывающую Церковь. Теперь посмотрим на значение этого сверхъестественного исповедания, о котором мы прочли в 16 стихе. Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Иисус начал свое служение проповедой Евангелии Царства и призывая всех к покаянию. И постепенно он начал сосредотачивать внимание своих слушателей на то, что это Евангелие, которое он проповедовал, было неотделимо от его самого. Он открывал ясно и определенно, что единственная возможность достигнуть Царствия Божия заключается в том, чтобы принять его как Сына Бога Живого, который пришел, чтобы отдать свою жизнь в искуплении за многих. До того, как он сказал эти знаменательные слова, «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас», он заявил, «Все предано мне отцом моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». И вот теперь, собрав учеников своих в Кесаре Филипповой, он хотел узнать, познали ли они Его, кем Он был в действительности. Не обращаясь никому из них лично, он задает этот вопрос всем, «За кого люди почитают Меня Сына Человеческого?» Не думайте, что этот вопрос был задан Христом, потому что он не знал Ему ответа. Он отлично знал, каково о нем было мнение людей. Но этим вопросом он хотел приготовить их, то есть своих учеников, к откровению, которое должно было последовать. И вот после трехлетнего служения Христа, он спрашивает своих учеников, «Какие же результаты Моего учения и служения среди народа? Что же они о Мне думают? Как говорят они? Кто Я?» Заметьте, что ученики упомянули только положительные мнения о нем людей. Да, были такие, которые говорили, что Он вышел из себя, и некоторые даже говорили, что в нем бес. Это ученики не упомянули, так как это были мнения тех, которые враждебно были настроены против Него. Ученики сказали только положительные мнения о нем людей, которые они слышали. И вот что говорилось большинством людей. Одни принимают тебя за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Еремью или за одного из пророков. Из этого ответа явствует, что в широких кругах народа мнение о Христе было положительное. Люди эти утверждали о нем, что в нем есть что-то сверхъестественное, так как они не могли никак вместить его ни в один из современных кругов религиозников. В Иисусе Христе люди наблюдали нечто необыкновенное, и это мы видим из того, что они о нем думали. Некоторые говорили, что Он мог быть или Ильей пророком, или Иоанном Крестителем, воскресшим из мертвых, другие, что, быть может, Он Ереме или один из других пророков, которые изрекали глаголы Божии. Иначе они не могли его объяснить. Сверхъестественные дела, его служения и учения оставили различные мнения о нем, но в общем они думали, что Он один из пророков. Некоторые видели в нем плачущего пророка Еремья, другие, слыша его призыв к покаянию и его обличению фарисеев, виклицемерие, находили в нем что-то сходное с Иоанном Крестителем и пророком Ильей. Да, что-то было во Христе, что могло бы напомнить людям о каждом из прошлых пророков Божьих, и тем не менее, мнения их были неправильными. И теперь, услышав мнение о себе широкого круга народа, Он обращается к этому маленькому кругу своих учеников и спрашивает их, «А вы за кого Меня почитаете?» Неужели эти ученики после многих месяцев с Ним не проникли глубже в Его личность, чем окружающая публика? Мы можем себе представить, с какой интенсивностью чувств Иисус, глядя им в глаза, ожидал ответа на этот вопрос из всех вопросов, «А вы за кого почитаете Меня?» И вот после маленькой пазы вырвалось сверхъестественное исповедание Петра, «Ты, Христос, Сын Бога Живого». Это исповедание было выше всякого мудрейшего человеческого понятия, как небо выше земли. Настолько было оно высоко, что из уст Христа вырвались Его чудные слова, «Блажен ты, Симон, сын Ионин!» Так оно было высоко, что никакой человек не мог достичь Его своими мышлениями. Да, так высоко, что оно могло только прийти прямо с неба, как личное откровение Бога Отца, «Блажен ты, Симон, сын Ионин! Потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах!» Оно должно было быть сверхъестественным откровением, ибо так бесконечно велик и славен Господь Иисус Христос, что Он непостижим для людей, кроме Отца. Точно так же, как Отец непостижим для всех, а только для Сына и тем, кому Сын, как посредник, хочет Его открыть. Как Иисус сказал, «Никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». Представьте себе радость сердца Сына, когда Отец открыл глаза первому человеку видеть, кто Он есть в сущности, и, сделав это, Он открыл небесные врата для всех тех, которые таким же образом поверят в Иисуса. «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой суши на небесах. И Я говорю тебе, ты, Петр, и на сём камне Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют её». Что хотел Христос этим сказать? Некоторые говорят, что по причине данного Ему откровения свыше и что Он был первым, которому дано было оно, Пётр удостоился стать тем камнем, на котором сосыждет Христос свою церковь. Но стоит только обратиться к подлиннику, чтобы убедиться в неправильности такого истолкования. Христос сказал Симону «ты, Пётр», то есть в греческом подлиннике это значит «камушек», «и на сём камне, не на камушке, а на камне Я создам церковь мою». По причине данного Ему откровения Симон сделался камушком, то есть он сделался причастником естества камня. Он принял саму жизнь и естество Сына Божьего. Как он сам говорит в одном из своих посланий, что через обетование Божьих мы сделались причастниками божеского естества. Так что не Пётр является тем камнем, и не даже исповедание Его, но сам Христос, Сын Бога Живого, благодарение Ему. Он есть основанием и краугольным камнем этой сверхъестественной церкви. И церковь эта будет состояться из живых камушек, то есть из тех, которые будут иметь ту же живую веру в Иисуса Христа, Сына Божьего, принятием Его как личного спасителя. Затем Иисус увенчал это исповедание Петра с этими чудными словами, что врата ада не одолеют Ее. Что хотел Иисус сказать этим, что врата ада не одолеют Ее? Что значит врата ада? В прежние времена врата символизировали силу и крепость города. Один из древних писателей так объясняет значение этого выражения. Врата, говорит он, во-первых, означает силу, которая заключалась в количестве и качестве оружия, которое охранялось над воротами города. Затем они означают совет, потому что все начальники сидели у ворот, когда они совещались. И, наконец, они означают власть, потому что всякий суд решался у ворот города. Иисус употребил этот символ врата, указывая этим на всю силу сатанинскую и говорит, что все силы ада, вместе взяты, не могут преодолеть церковь Христову. Иисус знал, что церковь, которую Он создаст, будет состоять из тех грехи, которых Он вознесет на кресте, чтобы спасти их от сатаны и сделать их членами Своего Царства, и Он знал, что церковь эта, поэтому будет предметом ненависти врага и всевозможных и бесконечных его нападок. Сатана будет стараться оторвать их гонением, преследованием, разными ложными учениями и угнетающими властями безбожеских сил. Но Иисус, спокойно глядя вдаль веков этой неустанной борьбы, и величественно заявляет, что все силы ада, лукавства и власти сатаны не могут повредить его церкви. Врата ада не одолеют ее. Слава Ему вовек! Врата ада будут иметь власть только над теми, которые не принадлежат к Церкви Христовой. Скажите, дорогие друзья, если Христос, Сын Божий, является основой Церкви, если Он ее глава, то кто и что может повредить ей? И поэтому, если ты верой в Иисуса Христа, являешься членом этой Церкви, то знай, что и против тебя все силы ада не могут преодолеть. О, как важно быть членом этой единой Церкви рождением свыше, принятием Иисуса Христа как Своего личного Спасителя. Скажи мне, дорогой радиослушатель, принадлежишь ли ты к этой непоколебимой и славной Церкви, которая будет местом обитания самого Бога во всю вечность? Я сейчас не спрашиваю тебя, если ты принадлежишь к той или иной видимой Церкви. Не поймите меня превратно, дорогие друзья, я этим не хочу сказать, что мы не должны принадлежать к поместной видимой Церкви. Можно с уверенностью сказать, что если человек принадлежит к истинной Церкви Христовой, то ему захочется принадлежать к такой поместной, то есть видимой Церкви, в которой он найдет других, имеющих подобную живую веру и общение с Иисусом Христом. Но, увы, так много есть людей, которые принадлежат к видимой Церкви, но не являются членами тела Христовой, истинной Церкви, ибо она состоит только из тех, которые в результате Духовного Откровения пришли к личной вере в Иисуса Христа и всецело положились, как на камень основания на Иисуса, как единственного Спасителя и Господа. Я себя не могу возродить. Это дело Духа Святого. Христос сказал, Я создам Церковь Мою. Это Его дело. Он делает нас новым творением. А нам нужно только верить в Иисуса Христа. Но вы скажете, ведь все христиане верят в Христа. Да, они верят все о Христе. Но верить в Иисуса значит довериться Ему, надеяться лишь на Него, как единого и могущего нас спасти. Допустим, что какой-нибудь богач, вложив большую сумму денег в банк, обещал любому бедняку, который доверился бы ему заплатить его долг. Все они могут верить Его словам, верить о Нем, что Он честный человек, а не какой-нибудь обманщик. Но только те, которые доверили свое дело Ему, уповают на Него, что Он заплатит их долг, как обещал. Их долги будут заплачены. Притом тот, который надеется на Христа и на крещение, или на Христа и на церковь, или на Христа и на свои добрые дела, спасти Его, такой погибнет, ибо он не надеется, не верит, не возлагает свое упование на Христа только спасти Его, а на что-то еще добавочное. Он надеется отчасти на Христа и отчасти на что-то другое, а в Библии нет ни одного обетования для тех, которые отчасти верят в Христа, что они спасутся. Апостол Павел говорит о неделающему, но верующему в Того, Кто оправдывает нечестивого, вера Его вменяется в праведность.